Привет! Э, Триборн! У Ландау вышел новый видос, называется «Мой заботливый папа». Давайте посмотрим, надеюсь, будет интересно. Погнали! Доктор, ну кто там у нас? Такое чувство, как будто она его, её красит белой краской. Зачем? Так вот эта кисточка, реально. Ммм, сейчас посмотрим. Это мальчик! Доктор, а почему у него бантик? Да я вообще не знаю, почему у него бантик. О, похоже, у вас девочка. О! А там точно девочка? Там бантик у неё, так что да, точно. Давайте ещё раз посмотреть. Не, девочка. А может, всё-таки мальчик? Ну если только ей, да? Просто такой красивый, как девочка. Нет! Нет, члено! Тит-дом через дорогу. Когда мой папа узнал, что родится девочка, он был не очень рад этому факту. Если честно, я вообще не понимаю таких папаш, ну типа, камон, это твой ребёнок, чувак. Если ты хотел ребёнка, то без разницы, мальчик это или девочка. Люби его. Хотя я, судя по названию, он наоборот будет любить, как только сразу вылезла девочка, он такой, всё. Это моя радость. Потому что, как и большинство мужчин, очень хотел сына. Правда она красавица? Нет. Да. Красавица. Серьёзно? Ну, не знаю, по-моему, это странно. Если вы сейчас подумали, что я была нежеланным и нелюбимым ребёнком, то вы ошибаетесь. Мой папа очень меня любил и заботился. Заботился до фанатизма. Например, мой папа забирал меня со школы. Ну, вы скажете, ну и что тут такого? Все детей забирают со школы. Ну, никогда ты в 10 классе и тебе 15 лет. Чё, серьёзно? Вот, батьку делать нечего. И мне было так стыдно перед одноклассниками, что меня, взрослую, 15-летнюю кобылу возит со школы папа. Так, сегодня на улице холодно. Вот, одевай курточку. И шапочку. Ну, пап. Так, не папкой мне тут. Раслась мне тут героиня. С головой голой рассекать. Не, ну так-то это я понимаю. У меня мама до сих пор говорит, шапку одеть, там холодно. Поэтому в этом ничего плохого не вижу. Что, менингитом хочешь заболеть? Ну-ка, одевай быстро. Ладно. Нифига себе, шапка раздулась. Шарфик обязательно. Не, ну шарф это уже, конечно, переборщ. Я шарф носил два раза в жизни, наверное, всего. Ну, папа. Ну, папа. Не папкой. Сказал, не папкой мне тут. Кстати, а ты бутербродики съела, которые я тебе с собой положил? Мак. Так я же еще в школу не ушла. Какие бутербродики? Что, с ума сошла? Что значит нет? Ты хочешь, чтобы все подумали, что у меня ребенок голодает? И я плохой отец? Все пофиг, никто не подумает. Папа, ты же мне дал им в школу, почему я их сжираю дома? Пока не съешь, домой не пойдем. А, чтоб она в школе? Я думал, это из дома он ее провожает. Тогда это странно. Это очень странно. Как вы поняли, мой папа очень заботился о моем здоровье. Если я умудрялась хоть немного простудиться, то у папы включался режим доктора Малахова. О, господи, не надо. Ведь он не доверял никаким врачам, а считал, что сам знает все лучше всех. В ход шли всевозможные средства народной медицины. Урина. Молоко с содой, носки с горчицей. Что? Я надеюсь, это шутка, потому что... Это даже не смешно. Что? Фу. Компрессы на уши, грелки, горчичники, банки и... Горчичники и банки, кстати, помогают. По крайней мере, мне хорошо помогали. Вишенка на торте, булавочка на трусе от сглаза. А, да-да-да-да-да, такое я тоже знаю. Поэтому, если я вдруг хоть немного простудилась, то всегда пыталась это скрыть, чтобы избежать папиных процедур. Папа! Дочка, а что у тебя с голосом? Да не, не, что, я просто тренируюсь. Уй! Ха! А? Что это было? Ран. Ты что, простыла? Нет. Нет, я имитирую. Нет? Не ври мне, я слышал, как ты кашляла. Ха! Так? Ха-ха! Я еще могу. Да я просто подавилась. Не беспокойся, доченька. Я тебя спасу. Нееет! О, она еще пердит. Ну, если мой папа так заботился о моем здоровье, то и про мое образование и культурное развитие он тоже не забывал. Это хорошо. И всегда мне объяснял значение незнакомых слов. Так. Папа, папа! А что такое пи***? Я не понял. Это... Что это? Ну, пи... Человек или... Женская часть тела. Четырой? Ладно. Ну, это такая штука у женщины. А, значит, женская часть тела. Все понял. Там, где пи***, ей она нужна для пи***, а потом для пи***а пи***. А раз метец там пи***, из нее пи***. А нельзя было сказать просто ПИСЬКА! Что-то... И так, по-моему, перебор для маленькой девочки. О, а я еще на эту тему смешной индос вспомнил. Смещается как-то раз пи*** и пи***. Ого! Оху... Сейчас я уже выросла. Да ты в 15 лет тоже выросла. Может, сейчас папа тоже за тобой так заботится? Нет, типа, без негатива. Это, наоборот, классно и мило. И живу отдельно от папы. И, наконец-то, он больше не указывает, что и как мне делать. Сейчас, как раз телефон зазвонил. Ты чё, охренела? Я не указываю. Ща я тебя, блин, укажу. И я стала полностью самостоятельная. Я сказал! Алло. Алло, доченька. На улице холодно. Ты шапочку одела? Это было ожидаемо. Лайкусик. Под роликом. Видос, как обычно, классный. Спасибо большое за поднятое настроение. Это реально забавно. Но на самом деле, мне кажется, практически все родители такие. Только если им вообще не насрать на ребёнка. А так они будут заботиться, мне кажется, прям до старости, до глубокой. Ну, типа, ты же их ребёнок. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Если вам, друзья, понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова